Празднование столетия Чувашии пройдет в два этапа – в июле и в августе. 24 июня массовые мероприятия проводиться не будут, почти все они перенесены на август. В Министерстве культуры обсудили главные моменты грядущего праздника. 11 онлайн-платформ, знаменательная для республики дата, выходит в интернет-пространство. О юбилее Чувашии знает весь мир. Свои поздравления шлют уроженцы республики, живущие в разных уголках планеты. Яркие видеоматериалы представили участники ежегодного фестиваля «Родники России». И все же, чтобы жители увидели самые лучшие моменты, большую часть мероприятий перенесут на август. При условии снятия ограничений на День города жители и гостей республики ждет увлекательная культурная программа. 13, 14, 15 вот в этих датах состоится международный фестиваль «Берег классики». Приедут известные симфонические оркестры нашей страны. Они покажут свое творчество на берегу, на фоне Волги, большой нашей красивой реки. Там будет построена сцена, приедут известные исполнители, оперные исполнители и симфонические оркестры нашей страны. И три вечера будет представлена великолепная программа. Традиционный праздничный концерт планируют провести на обновленной Красной площади 16 августа. Для подготовки уже пригласили творческую группу из Москвы. Режиссер Сергей Тылкин и художник Виктория Рахминская вплотную занимаются сценарием и готовят сюрпризы. К репетициям, если позволит эпидемиологическая обстановка, хотят приступить в июле. Всего в программе планируют задействовать около 30 местных творческих коллективов. По традиции основной площадкой празднования станет Красная площадь, район проспекта Ленина и улицы Карла Маркса. Именно здесь 16 августа расположится ярмарка районов республики. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика.